Африка – богатейший материк мира. Археологические находки доказывают, что люди и наши предки гоминиды населяют этот материк уже около 4 миллионов лет. Однако до сих пор мы знаем о нем далеко не все. Так давайте же познакомимся со странными и удивительными открытиями Африки, представляя вашему вниманию 15 находок в Африке, которые никто не может объяснить. Приятного просмотра. Африканские слоны – самые крупные наземные животные на Земле. Эти благородные гиганты невероятно важны для экосистемы, в которой они находятся. Сложно себе представить африканские саванны без этих животных. Ботсвана – одна из стран Африки, где обитает более 1300 слонов, и их популяция продолжает расти с каждым годом. Однако летом 2020 года власти государства столкнулись с неприятной новостью. На территории страны начали находить трупы этих гигантских животных. За несколько месяцев в дельте реки Акованга были найдены более 300 мертвых слонов, и причина их смерти долгое время оставалась неизвестной. Поначалу чиновники полагали, что за неожиданными смертями стоят браконьеры, ведь именно они во многом ответственны за угрожающее сокращение популяции слонов по всей Африке. Но на тушах животных, которые обнаруживали люди, не было никаких ран или повреждений. Причем трупы принадлежали слонам всех возрастов, как самкам, так и самцам. Именно поэтому первоначальные подозрения властей не оправдались. После длительных наблюдений и исследований, чиновники заявили, что причиной гибели множества слонов было отравление. В тот год в сезонных водоемах, которые животные использовали для питья, началось цветение сине-зеленых водорослей или цианобактерий. Оно не затронуло ни один другой вид живых существ, кроме слонов. Цианобактерии, попавшие в организм в больших дозах, могут нарушить работу нервной системы, в результате чего даже такое гигантское животное, как слон, может потерять сознание и умереть. К счастью, волонтеры и работники, участвующие в проектах по сохранению слонов, быстро приняли меры, чтобы предотвратить гибель еще большего числа особей. Район Латагам – это место, имеющее высокое археологическое значение. Оно расположено в северо-западном регионе Кении, недалеко от берега озера Туркана, между двумя хребтами темной вулканической породы, покрытой камнями, что отличает его от остальной местности. Этот загадочный комплекс был построен первыми поселенцами Восточной Африки примерно 5000 лет назад. Он состоит из кургана площадью 700 квадратных метров, на полное исследование территории которого археологам потребовались годы. Никто из них не ожидал обнаружить сокровища, которые они нашли во время раскопок. Керамика, ювелирные изделия, сосуды, артефакты – все эти несметные богатства были зарыты на территории местности Латагам. Каждый человек в захоронении был украшен драгоценными украшениями – дорогими камнями, кольцами из слоновой кости и головными уборами из бивней и зубов. Дальнейшие раскопки показали, какое значение имело это место для первых поселенцев Африки. Весь курган был районом захоронения более 580 человек разного возраста и пола. Это древнее место отличалось от других захоронений, построенных в тот же период своей сложностью. На первый взгляд курган выглядел обычным, но раскопки показали, что существовал определенный план для всего объекта. Тысячи лет назад поселенцы решили не использовать погребальную яму по максимуму. Хотя она могла вместить еще больше трупов, люди решили засыпать ее землей. И эта традиция шла из поколения в поколение. Это была не совсем обычная практика. Обычно люди в то время хоронили тела почти бессистемно. В современном городе Мачадо-Дорп в Южной Африке находятся загадочные руины, оставленные народом Бакони. Эти загадочные сооружения состоят из каменных стен, поселений и дорог. Они часто встречаются в поле, что позволяет предположить, что те, кто их построил, занимались сельским хозяйством. Поначалу ранних поселенцев Африки описывали как людей, ведущих довольно примитивный образ жизни. Их считали охотниками-собирателями. Но руины свидетельствуют о том, что этот народ был гораздо более развитым. До прибытия европейских колонистов в Африку народ Бакони строил сельскохозяйственные сооружения, которые помогали им управлять скотом. Есть также свидетельства того, что они использовали другие новшества, например, севооборот. Эти витиеватые извилистые руины показывают, что первые поселенцы Африки были не такими, какими их описывали колонизаторы. Однако многое о народе Бакони остается загадкой. До сих пор его происхождение вызывает много споров. Некоторые считают, что они были потомками дравидийских народов, пришедших из Древней Индии. Кто-то убежден, что руины Бакони имеют шумерское происхождение. К сожалению, ответ на этот вопрос мы можем так и не узнать. Руины Бакони были малоизвестны местным жителям, проживающим неподалеку, поэтому они не стали их защищать. В течение многих лет сооружения подвергались воздействию природной среды. Сейчас на них видны следы разрушения, вызванного эрозией и ходом времени. Африка – страна, богатая природными ресурсами. Но самым загадочным из них на сегодняшний день является Лонс де Элит, или гексагональный алмаз, созданный в космосе. Эти драгоценные камни не похожи на обычные бриллианты, встречающиеся в ювелирных изделиях. Космические алмазы появились на карликовой планете 4,5 миллиарда лет назад. Они сформировались в мантии планеты, но после того, как массивный астероид разбил ее, ценная часть камня полетела в нашу сторону, пока не оказалась на нашей планете. Алмазы – самое твердое вещество природного происхождения, встречающиеся на Земле, а Лонс де Элит еще крепче. Или, по крайней мере, так считают исследователи. Видите ли, как бы нам не хотелось изучать этот редкий космический драгоценный камень, мы просто не можем этого сделать из-за малого количества доступных образцов. Но, конечно, современные ученые нашли решение этой дилеммы. Используя небольшие экземпляры гексагональных алмазов из космоса, исследователи начали разрабатывать способы его воспроизведения. К сожалению, пройдет еще много времени, прежде чем мы увидим Лонс де Элит в качестве ювелирного камня. Березавр – вымерший род динозавров, живших в Африке 230 миллионов лет назад. Его окаменелость обнаружила группа экспертов, работавших в формации галька-аркоса в Зимбабве, после пяти лет раскопок и напряженной работы. Скелет динозавра был почти целым, что поразило команду ученых. Однако, хорошо сохранившийся скелет – это еще не единственное, что делает находку особенной. Березавр имел скромные размеры – около 1,8 метра в длину и вес от 9 до 20,5 килограмм. Это существо не было очень маленьким, но если сравнивать его с другими динозаврами того времени, то оно покажется нам совсем крошечным. Так, долина потага титана, жившего примерно в то же время, что им березавр, достигала 38 метров. По сравнению с этим динозавром, березавр кажется карликом. Это маленькое существо жило на берегу древней реки на территории, которая сейчас известна как Зимбабве. Это было около 250 миллионов лет назад, в триасовый период. В то время наша планета была совсем не такой, как сегодня. Вместо шести континентов существовал один гигантский материк, известный как Пангея. Это означает, что Зимбабве почти напрямую соединялась с Бразилией. Долгое время ученые задавались вопросом, почему динозавры и другие существа, жившие в те времена, не пересекали континенты, ведь вся суша на планете была связана между собой. Благодаря находкам в Африке, исследователи поняли, что ответ прост. Хотя каждый отдельный континент был связан друг с другом, они все равно находились на значительном расстоянии, и каждый регион отличался по климату и условиям. Некоторые существа, включая имберезавра, могли выжить только в Зимбабве и вполне логично предпочли остаться там. Каменные круги Сенегамбии, каждый из которых весит до 7 тонн, представляют собой внушительный по размеру комплекс. Он состоит из более чем тысячи столбов, расположенных на территории шириной около 100 километров и длиной 350 километров. Каждый камень был перенесен и установлен людьми сотни лет назад, без использования современных машин и инструментов. 93 из этих столбов включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Каменный круг впечатляет тем, что он был построен благодаря обычаю, передаваемому из поколения в поколение. Одно поколение начало возводить массивные столбы и формировать круги, и по мере того, как новое поколение сменяло старое, строились новые каменные круги. Эта практика сохранялась на протяжении почти двух тысячелетий. В книге «Маленький принц», которую написал Антуан де Сент-Экзюпери, баобабы – это гигантские растения, разрушающие планету. Возможно, прочитав книгу, вы подумали, что таких растений не существует. Однако в Африке есть деревья с таким же названием, и в последнее время они начали загадочно гибнуть без видимых причин. Африканские баобабы – самые старые из ныне существующих цветущих растений, встречающихся в тропических регионах континента. Деревья известны продолжительностью своей жизни. Они могут расти десятилетиями или даже столетиями. Самому старому дереву, которое погибло в 2018 году, было 2450 лет. Один баобаб может дать до 500 кубических метров древесины, а благодаря своему внешнему виду они выглядят как вымышленное творение. Деревья не используются часто, но они имеют невероятное значение. Поэтому, когда они одно за другим начали погибать, исследователи сразу же постарались разобраться в этой проблеме. Они запечатывали деревья, чтобы предотвратить заражение, но это было бесполезно. Баобабы умирали без видимых причин. Не было никаких признаков эпидемии или болезней. Однако самые старые и крупные деревья увидали один за другим. Некоторые считают, что в гибели деревьев виноват меняющийся климат, но для подтверждения этого подозрения необходимо провести дополнительные исследования. В Африке, как и в Европе, есть мегалитические сооружения. К ним относится каменный круг Мзуры. Расположенный в северном регионе Марокко, он доказал, что каменные круги и мегалиты встречаются не только на европейском континенте. Местные жители бережно защищают это место. По их словам, монолиты доказывают, что первые поселенцы Африки были похожи на жителей Европы. Сегодня каменный круг Мзуры состоит из 168 камней. Это на несколько камней меньше, чем первоначальные 175. Самый высокий из камней – монолит высотой почти 5 метров и диаметром 55 метров, что сравнимо с европейскими каменными кругами. Некоторые эксперты считают, что марокканские монолиты использовались для проведения ритуалов или как место для собраний. Однако некоторые эксперты полагают, что предназначение каменного круга Мзуры вовсе не в этом. Они утверждают, что в центре круга находилась гробница легендарного великана по имени Антей. По легенде, он был побежден в поединке богом Гераклом. Источником этого рассказа послужило сочинение римского полководца Квинта Сертория, который в первом веке нашей эры писал, что на этом месте было обнаружено тело человека длиной 25 метров. Он утверждал, что перепуганные местные жители тут же перезахоронили тело гиганта еще раз. К сожалению, для современных археологов от предполагаемого гиганта не осталось и следа. Несмотря на отсутствие костей великана, сам памятник очень значимое место. Личности людей, построивших его, до сих пор неизвестны. Но археологи считают, что это был совместный труд двух районов, которые работали вместе. Довольно необычная практика, особенно сотни лет назад. Небесный камень с невероятно ярким голубым оттенком привлекает к себе внимание, независимо от того, где он находится. Камень не имеет аналогов в мире, он состоит из чистого кислорода и был создан не на нашей планете. Этот редкий драгоценный камень образовался в космическом пространстве. Эту поразительную находку обнаружил в 1990 году Анджело Питони во время поисковых работ в западноафриканском государстве Сьерра-Леоне. Углеродное датирование показало, что камень попал на нашу планету в период от 2500 до 17 тысяч лет назад. Но точный возраст камня определить невозможно. Однако независимо от этого, одного только состава небесного камня достаточно, чтобы он попал в число самых красивых и драгоценных камней Африки. Африка – родина огромного количества диких животных. Однако не всегда получается найти останки существ, которые жили миллионы лет назад. Одно из них – адалатерий, или в переводе с малогасийского и греческого языков – сумасшедший зверь. Это существо жило в меловом периоде более чем 66 миллионов лет назад. В те времена на нашей планете еще был большой суперконтинент, известный как Гондвана. Об адалатерии известно очень мало. Черепа этого вымершего вида находили и раньше, но исследователи не могли составить его полноценный портрет из-за отсутствия скелета тела. Поэтому, когда он был найден, ученые составили описание окаменелости этого интригующего существа. Морда животного представляет собой смесь различных черт, как современных зверей, так и черт, поистине уникальных, ранее не встречавшихся. Она была снабжена вибриссами, как у современных насекомоядных. По словам некоторых специалистов, занимавшихся описанием вида, у адалатерия были очень сильные мышцы спины, то есть он мог ходить, виляя из стороны в сторону. Также было обнаружено одно очень большое отверстие на вершине его морды, назначение которого неизвестно. Животное весило около 3 килограмм и, скорее всего, было похоже на опоссума. Когда исследователи изучили кости ног животного, то обнаружили, что они были необычно выровнены и слегка изогнуты. Сумасшедший зверь, возможно, всего лишь животное, но для исследователей оно – ключ к более крупным открытиям. К сожалению, пройдет еще немало времени, прежде чем мы сможем окончательно раскрыть секреты этого древнего существа. В современной Ботсване есть место, где находится скала в форме змеи. Она окружена копьями возрастом 70 тысяч лет, и никто из археологов не смог объяснить, откуда взялись наконечники копий. Однако, исследуя это место, они выяснили нечто более интригующее. 70 тысяч лет назад группа людей поклонялась этому сооружению в форме змеи и проводила ритуалы перед ним. Этот ритуал предшествовал самому раннему, известному в Европе почти на 40 тысяч лет. На протяжении десятков тысяч лет люди посещали змееподобный камень и совершали свой ритуал с использованием наконечников копий. Для чего это остается загадкой? Берег скелетов в Намибии неспроста получил такое название. Это край небытия, известный многим как конец земли. Из-за песчаных дюн, возвышающихся на 90 метров над берегом, берег скелетов больше похож на мираж, особенно для тех, кто пересекает палящую пустыню. Большая часть Африки наполнена природой человеческой жизнью, но на береге скелетов от нее не осталось и следа. В подтверждении жестокости этого места здесь можно найти многочисленные скелеты животных. Рядом с пустыми предательскими водами, наполовину погребенными в песке, находятся несколько затонувших кораблей, которые однажды оказались в этой негостеприимной среде. Одно из самых известных затонувших судов и, возможно, самое раннее из тех, что лежат на берегу скелетов. Проржавевший, но с относительно неповрежденным островом, этот затонувший корабль долгие годы остается погребенным в песках Намибии. В 1945 году Оттави неожиданно попал в аварию, в результате чего сел на мель. Побережье скелетов так и останется кладбищем для корабля, поскольку соль со временем разъедает его железные конструкции. Настанет время, когда от Оттави останутся только отдельные фрагменты. Нет ничего необычного в том, что люди осторожно относятся ко всему, что им кажется незнакомым. В конце концов, есть вероятность, что это может оказаться опасным. Возможно, именно по этой причине сотни людей решили уничтожить загадочный металлический монолит, который появился в Демократической Республике Конго в 2021 году. Он выглядел как большой блок высотой 3,6 метра. По словам людей, он появился в центре города из ниоткуда, что в свою очередь вызвало сильные опасения и страх. Некоторые жители решили, что было бы неплохо сфотографировать монолит или даже сделать с ним селфи. Но некоторым такой расклад не понравился. Вместо того, чтобы сфотографироваться, инстинкт подсказал им разрушить серебряный столб. Из-за подозрения, что монолит – это инопланетное изделие или опасный объект, привезенный правительством, огромная толпа окружила его. Он был изрезан и сломан и даже сожжен. Однако тех, кто надеялся увидеть что-то зловещее внутри металлического монолита, ждало большое разочарование. Такие конструкции можно было увидеть не только в Африке, но и в других местах. Одна группа художников была особенно известна подобными акциями, и поэтому они стали первыми подозреваемыми в произошедшем. Но так и не было выяснено, были ли виноваты именно они. Археологи, работающие в древнем городе мертвых в Африке, обнаружили самую большую коллекцию текстов, написанных на загадочном языке кушитов. Раскопки проходили в Сидейнге, где находятся руины храма, построенного в 16 веке до н.э. в честь египетской царицы Тие, жены египетского фараона Аменхотепа III и бабушки Тутанхамона. С 7 века до н.э. это место превратилось в так называемый город мертвых, некрополь, в котором насчитывалось по меньшей мере 80 пирамид и 100 гробниц. Большинство найденных табличек были сделаны в память об умерших. Узоры и статуи в этом районе также изображали погребальные ритуалы. Некрополь построили два царства Судана, Напата и Мироя. Вместе они известны как государство Куш. Мы ничего не знаем об этом народе, но оставленного имя Некрополя достаточно, чтобы понять, насколько они были успешны. Гробницы, памятники и таблички – вот что больше всего завораживает в этом месте. Ведь на них в основном был выгравирован текст, написанный Мираидским письмом, древнейшей письменностью в регионе к югу от Сахары. К сожалению, мы до сих пор не расшифровали весь язык, но тем не менее, благодаря нескольким ученым мы смогли узнать значение некоторых текстов. Иллюстрации, выгравированные на табличках, также помогли расшифровывать некоторые фразы. Оказалось, что в отличие от древних египтян и большинства цивилизаций того времени, у них женщины почитались больше, чем мужчины. На единственных табличках, где говорится о чем-то кроме смертей, был текст о могущественной женщине. В отдаленном месте у границ Египта, Ливии и Судана, на расстоянии нескольких километров от близлежащих домов, находится плато из песчаника, известное как Гильф-Кибир. Оно расположено в самом суровом регионе Северной Африки, где температура достигает 37 градусов Цельсия. Этот район относится не только к самым жарким, но и к самым сухим регионам нашей планеты. Здесь практически не наблюдается осадка. Для Гильф-Кибира дождь раз в десятилетие большая удача. Однако неблагоприятные условия этого места это не то, что приносит ему особую известность. Гильф-Кибир со времен открытия считается одним из самых интригующих археологических объектов. Сегодня это действительно непригодное для жизни место с суровым климатом, но в эпоху неолита по этой земле ходили наши предшественники. Пожалуй, самой поразительной достопримечательностью этого плато является коллекция доисторических наскальных рисунков. Особенно выделяется среди прочего пещера зверей. От вида длинной стены пещеры, покрытой сотнями отпечатков человеческих рук, захватывает дух. Рядом с отпечатками ладоней можно увидеть изображение жирафов, слонов, газелей, страусов и других зверей. Однако странным является тот факт, что наскальная живопись, похоже, имеет жуткую подоплеку. Почему звери изображены в середине проглатывания человека или в процессе его выплевывания? Исследователи также озадачивают руки взрослых, нарисованных по трафарету рядом с иллюстрациями зверей. Зачем они вообще были нарисованы? И почему среди них оказались чьи-то маленькие руки? Первоначально считалось, что отпечатки маленьких рук принадлежат детям того времени, но по мнению исследователей это исключено. На первый взгляд руки похожи на человеческие, но форма кончиков их пальцев не совпадает с нашими. Кажется, что из крошечных ладоней торчат ногти. Так и началась охота на загадочного пещерного художника. Мы до сих пор не знаем, кто или что на самом деле создало эти отпечатки рук. Существует несколько теорий. Некоторые люди утверждают, что отпечатки маленьких рук были сделаны инопланетянами. Некоторые предпочитают верить в более простое объяснение. Кто-то вовсе считает, что это ящерицы оставили после себя такие следы. Нам неизвестно, зачем это было сделано. И пока мы не изучим больше информации об этом месте, вопросы о пещерном искусстве эпохи неолита останутся без ответа. Посещали ли вы раньше страны Африки? Если да, то каким был ваш опыт? Обязательно поделитесь им в комментариях ниже. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok